Девушки отдыхают Я требую расторгнуть брак с моим мужем И, соответственно, отдать квартиру Которая нам после свадьбы была подарена нашими родителями Моими родителями? Моими? Нет, это был общий, во-первых, подарок Что мои родители складывались, так же и его родители Это общий подарок Дело в том, что после нашей свадьбы По инициативе моего мужа мы заключили брачный договор Главным условием брачного договора было следующее условие Что та сторона, которая изменит, соответственно Та будет виновной И обиженной стороне переходит квартира, соответственно Так вот, значит, у меня есть доказательства То есть вы уже заранее, перед заключением брака Знали, что кто-то будет изменять, да? Нет, ваша честь Я никогда в жизни даже и предположить не могла Что мой любимый муж когда-нибудь позволит себе Изменить мне Ведь он клялся мне в любви до гроба перед алтарем Говорил, что лучше в жизни не будет Вы стояли в церкви, вы венчались? Нет, мы не венчались, но в зале бракосочетания Значит, вы стояли не перед алтарем, а перед чиновницей в ЗАГСе В ЗАГСе, но в любом случае мы давали друг другу клятву Что мы будем любить друг друга И я его любила, и люблю до сих пор Но сложилась так ситуация, что мой муж мне изменил И поэтому я и требую, чтобы квартира досталась мне У меня есть факты Уважаемый суд, прошу прощения У меня есть факты того, что мой муж мне изменял У меня есть видео, фотоотчет Где он со своей инструкторшей по фитнесу Соответственно, вот он тут целуется Попрошу обратить внимание, я передам через судебного пристава вам Также у меня есть отчеты телефонных звонков Где он делал беседу с моей инструкторшей И, соответственно, как он ездил в Гагры Хотя мне он сказал, что у него срочная командировка А сам в это время кувыркался на пляже Со своей инструкторшей Так более того, я еще дурочка На свою, как говорится, голову Хотела сделать своему любимому мужу подарок на день рождения И я купила ему абонемент в фитнес-клуб Для того, чтобы он по вечерам не пил с друзьями Своими там пиво и водку А для того, чтобы занимался своим здоровьем Подкачивал мышцы И, как говорится, исполнял свой супружеский долг У меня такая рана в душе Что я даже не знаю вообще, как я могла пережить Ладно, я сейчас все расскажу, как было на самом деле Предоставило мне вот это все фото Передайте мне брачные договоры Вот эти документы свидетельствующие Пожалуйста, у меня еще есть Есть еще билеты на имя, соответственно, моего мужа И инструкторши Оксаны А в папке что у вас? Так, минуточку Я еще вот тут хотела зачитать Уважаемому суду Вот отчет, значит, содержание телефонных переговоров абонентов Заслонова Евгения Борисовича и Литвиной Оксаны Викторовны Ну давай, продолжай Коей является фитнес-инструктор его Значит, разговор от 5 января Попрошу тоже обратить на даты внимания 2009 года Ой, 10 года Звонит Заслонов Заслонов Привет, кисик Литвинова Здравствуй, милый Заслонов Чего купить? А Литвинова отвечает Коньячку купи Я так устала Ваша честь, я поясню, что происходит Заслонов, целую, через 10 минут буду у тебя Вы понимаете, вот как это можно Вот читать вообще Давайте, давайте Еще, подождите Вот еще один фактор Разговор от 11 февраля 2010 года Уже звонит Литвинова Лар, хватит продолжать этот цирк Это абсолютно смешной разговор Заяц, я так хочу Где ты, ё-моё А он и отвечает Я тоже, дорогая Литвинова Что тоже? Мой муж, дорогой, отвечает Я тоже скучаю По этому То есть не по ей А вот по этому Действию Скоро буду Как животик Он уже и про животик Наинтересовался Значит, уже более того Они уже боялись Что у неё пузо вырасти Послушай, твои интерпретации Никого здесь не интересуют Есть факты гораздо больше Успокойся, животик в порядке Заслонов, слава богу Уже коленки, наверное, тогда Затряслись у тебя Побоялся, что уже Обрюхатил свою Ваша честь Разрешите, я поясню Пожалуйста Не нужно вот это Оставьте себе Мы заслушали А в папке что? Тоже доказательства? В папке вот это Материалы дела Договор с агентством Детективным агентством Которые вот установили Как раз слежку за моим мужем Понятно И, соответственно, распечатка Телефонных звонков Кто когда кому звонил Понятно Раз дело поворачивается Именно так То уж ты меня извини Отправить меня Померу я тебе не дам Тем более Вы согласны с расторжением брака Но квартиру делить не хотите Забирать квартиру я тебе не дам И вообще выставлять меня здесь Да это твоим условием было Что если изменишь ты То квартира перейдёт мне Вот именно Вот ты к этому и привёл всё Это на самом деле Была ваша инициатива Заключить такой брачный договор Да, это была моя Уважаемый сухой Вы понимаете Это его инициатива И он же мне сам изменил Вы понимаете Для чего он так делал Для чего Чтобы меня унизить Я тебе не изменял Абсолютно не изменял Ты изменил меня так нагло изменил Ты ещё посмотри С кем Давайте выслушаем вашего Давайте выслушаем Вашего пока ещё мужа Может быть он что-либо Толковое-то И внятное объяснит По поводу вот этих фотографий Как кувыркаться в постели Что он ещё может объяснить Но я не видел здесь Кувырканий в постели А поцелуи Ваша честь Я сейчас вам могу всё объяснить Объясните Логично и корректно Значит на самом деле Да Насколько вы видите Есть фотографии Я не ожидал Что они будут Но То что происходит на них Происходит следующее Я был отправлен В командировку служебную И взял с собой Знакомую Она является инструктором В фитнес-клубе Значит На фотографии Происходит следующее Я Я Подошёл к ней После того как она ударилась В игре Это было столкновение Игровое И она просто дружески Меня поцеловала Не я её А она меня Уважаемый суд Понимаешь в чём дело Так целуемся Да Она была со мной Он говорит Котичка Кисочка Послушай меня Пожалуйста Она была со мной В этой поездке Но взял её Лишь только потому Что уже На тот момент Я знал Что ты мне изменяешь У меня есть чёткое К этому доказательство Да что ты Что тут клявишь И то что ты говоришь О том что у тебя есть Фото А теперь ты хочешь меня ещё В чём-то отменить Послушай меня У тебя есть фото У тебя есть разговоры У меня есть точно так же Договор наказания Услуг Детективного агентства Которые предоставили мне Не только фотоотчёт А ещё предоставили видео Видео датировано От 19-го 12-го 0-9-го года Где ты изменяешь Мне со своим начальником Как тебе не стыдно Женя Да это всё Сфабриковано Уважаемый суд Где сфабриковано Ваша честь Я вас прошу Давайте посмотрим видео Когда он узнал Или фотографиями обойдёмся Передайте мне пожалуйста Вот эти ваши фотографии И другие документы Я хочу ещё показать вам О том что есть Нашёл В её пальто Два Два Билета На спектакль Значит Пойми Ты уже данын давно Ведёшь двойную жизнь Передавайте мне документы Да никакой двойной жизни Ваш честь Пожалуйста Распечатки А почему я не могу Сходить в театр Вы настоящие Пинкертованы По отношению друг к другу Кто здесь находится Ты со своим начальником Что ты мне ещё будешь говорить Да вообще ты С начальником Это сфабриковано всё Опере Я скажу И будем тогда решать Принимать решение На этом основании Кому достанется квартира Согласны? Ну давайте тогда Видео посмотрим И всё останется Да не надо никакого видео смотреть Почему? Он мне сейчас мстит Он мстит мне Понимаешь? Что на видео здесь От того что Я улечила его В измене первое Евгений Борисович Что на видео Сейчас он мстит Ваша честь На диске изображено Конкретное порно Вы знаете После того как я посмотрел С участием кого? С участием моей жены Извините И её начальника Что будем обозревать? Вы знаете Да не надо там Ничто не обозревать Какого начальника? Я вас прошу Ваша честь Я своего начальника Если можно С утра до вечера Каждый божий день Ещё мне не хватало Его видеть Ещё и после работы Работа работает А что ты сейчас говоришь? А почему вы не хотите Учесть вот эти Телефонные разговоры Когда он её уже боялся Что обрюхатил На видео Это что просто так? На видео обязательно Есть даты И начиная с 9 октября 2009 года Ваша честь Попрошу Примите пожалуйста К сведению Что факт измены Моего мужа Был намного раньше Чем мой И я об этом узнала Ещё в день свадьбы Вы знаете Поймите меня Я как оскорблённая страна Вы тем самым Признаёте Факт вашей измены Я никогда в жизни Даже подумать об этом не могла Не то чтобы действия совершили У меня ещё один вопрос Ведь я его любила Всю жизнь его последовала Сколько вы денег потратили На детективное агентство? Да огромные деньги Я 70 тысяч рублей отдала А вы? Для того чтобы Я отдал 55 тысяч рублей С него ещё и меньше взяли Это ж надо такое Суд удаляется Для принятия решения Оглашается решение суда Итак, руководствуясь Представленными доказательствами В том числе Вот этими вот фотографиями Которые свидетельствуют О ваших изменах Многочисленных Суд приходит к выводу Что сохранение семьи Невозможно И удовлетворяет Ваши требования О прекращении брака Теперь то, что касается Раздела имущества А именно квартиры Эта часть вашего брачного договора Не соответствует закону Поэтому она признаётся Недействительной Эта часть Вашего брачного договора И ваше имущество Которое приобретено В период брака Является общей собственностью Поэтому делится В равных долях Слушание Дело окончено Решение суда Исковые требования Удовлетворить частично Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин